снова здравствуйте дорогие коллеги рад вас приветствовать на новом видео уроке нашего курса и в нем я хочу познакомить вас с относительно новым инструментом программы который нам позволяет выбирать отдельные цвета либо же целые цветовые наборы из готовых изображений и затем сохранять их цветовых палитрах программы чтобы затем использовать в работе ну самый простой инструмент с которого собственно все и началось и которая думаю вы знаете это инструмент пипетка альтропа тул работает он следующим образом вы кликаете по какому-то цвету допустим вам нравится вот этот зеленый цвета вы кликаете по нему и курсор тут же поменяет свой вид значок пипетки был отклонен вправо теперь он отклонен влево и выглядит так как будто он наполовину наполнен краской вот очень хорошая ассоциация это она подсказывает о том что в нем содержится какой-то цвет который мы затем можем применять и к объектам также обратите внимание что появляется выбранный цвет вот скажем здесь в контрольной панели там где находится палитра сводчес ну и соответственно в боковом меню тоже самое палитре сводчес мы его видим и можем его сразу добавить в палитру как только курсор принимает вот такой отклоненный наполненный вид мы можем его применять к объектам и допустим мы хотим окрасить вот эту зеленую плашку в новый зеленый цвет кликаем и вот вам результат точно также можно его применять к текстовым блоком мы подводим его к текстом блок видите курсор меняет свой вид появляется маленькая буковка ти и он на время что ли превращается в текстовый курсор мы можем им можем с его помощью выбирать текст и сразу окрашивать зеленый цвет вот таким вот образом работает инструмент пипетка я думаю вы его уже так или иначе использовали инструмент этот полезный хороший но проблема его в том что он выбирает отдельные цвета и в ранних версиях программы не было инструмента который помогал создавать сразу целый набор теперь этот инструмент появился и о нем я вам хочу рассказать находится он там же где и пипетка в том же самом меню вот если кликнуть и удержать инструмент пипетка откроется такой подменю и мы видим этот инструмент наверху называется он call of in tool то есть буквально переводе инструмент цветовой схемы или цветового набора да и отличается он от обычного инструмента пипетка тем что внизу нарисованы вот такие три плашечки 3 квадратика давайте его выберем и откроется вот такая дополнительная панелька меню да здесь сейчас выбран какой-то серый цвет видимо это цвет текста в отличие от обычной пипетки этот инструмент не выбирает цвет из того места куда вы кликаете а он сканирует весь графический фрейм смотрите вот я подвожу его вот этому треугольному фрейму в который вложена картинка да и он выбирает весь фрейм подвожу к другому фрейму соответственно выбирает и следующий фрейм видите давайте посмотрим что произойдет я кликаю по этому фрейму обратите внимание на палитру в ней появилось пять цветов причем если вы обратите внимание вы заметите что все эти цвета это цвета вот этих красок которые изображены на фотографии вложенной во фрейм для большего удобства мы можем переместить эту панели куда угодно да чтобы она нам не мешала вот скажем сюда и обратите внимание что по умолчанию здесь в наборе выделяется какой-то один цвет в данном случае это крайне левый темно-фиолетовый но мы можем выбрать любой другой цвет и соответственно использовать его по необходимости для этого достаточно использовать клавиши со стрелками вправо или влево на нашей клавиатуре вот я перемещаюсь вправо и выбираю другие цвета теперь я возвращаюсь влево и выбираю вот скажем этот зеленый цвет после этого могу уже задействовать его своей работе но в качестве дополнительной подсказки обратите внимание на значок возле самого курсора видите вот этот зеленый по квадратик нам еще раз подсказывает какой собственно цвет выбран чтобы вы не запутались после того как вы выбрали какой-то цвет из набора этот инструмент работает примерно так же как и обычная пипетка если мы подводим его к текстовому блоку то возле курсора появляется буковка t соответственно можем работать им как текстовым курсором и окрашивать текст а если мы подведем к краю текстового фрейма то курсор примет вот такой вот вид и это нам подсказывает что теперь мы можем окрасить цветом и границы фрейма вот таким вот образом ну на мой взгляд эта функция не настолько необходимой но тем не менее важно знать что есть такая возможность для того чтобы создать новый цветовой набор достаточно нажать и удержать клавишу alt видите курсор принимает свой первоначальный вид и мы можем выбрать новые цвета но обратите внимание что эти цвета должны быть принципиально другими не из тех что уже находится в данном цветовом наборе иначе просто ничего не произойдет эксперимента ради импортируем еще одну изображение допустим вот это и попробуем извлечь из него цвета да я нажимаю удерживаю клавишу alt и кликаю по фрейму обратите внимание что цвета в наборе поменялись теперь обратите внимание что по сути дела мы выбрали не просто пять цветов да а 5 наборов то есть 25 цветов видите если мы кликнем вот по этой стрелочке это откроется меню в котором находятся пять различных цветовых наборов созданных на одной и той же основе и они названы соответствующим образом базовый набор называть colorful то есть цветной что ли в буквальном переводе следующий bright то есть светлый далее dark соответственно темный deep глубокий что ли и muted приглушенные такие пастельные тона видите можно сразу работать с этими пятью наборами это очень удобно практически одним кликом вы получили пять неплохих наборов более того мы можем сузить выбор цветов если вам ваш набор кажется слишком что ли пестрым можем сосредоточиться на какой-то конкретной более узкой группе цветов для этого нажимаем удерживаем клавишу alt но не просто кликаем по картинке а выбираем какой-то фрагмент вот допустим этот фрагмент отсюда я хочу извлечь цвета да видите протягиваю рамочку отпускаю и обратите внимание на панельку вот все цвета выстроились соответствии с новой выборкой и соответственно под этот базовый набор у нас выстроились и 4 дополнительных цвета вот таким вот образом и теперь соответственно можем помощью стрелочек вправо и влево на клавиатуре выбирать тот или иной цвет и использовать его в работе вернемся снова к этому фрейму обратите внимание если я нажму и буду удерживать клавишу shift и alt то курсор примет вот такой вот вид видите вот так он будет выглядеть и теперь я смогу выбрать любой цвет из фотографии который будет добавлен в наш набор и соответственно весь набор тоже изменится обратите внимание что сейчас произойдет я вот выбираю скажем этот желтый цвет кликаю и посмотрите весь набор сразу меняет свой вид все цвета подстраиваются под выбранный цвет кроме того если я открою вот это меню посмотрите как изменились название наборов да и сами наборы вместо различий по тональности да раньше у нас были темные светлые и так далее теперь различия по цветовым гармониям на основе цветового круга до аналогирус то есть аналогичный монохроматик монохромные триадные комплементарные и так далее вот таким легким способом мы можем использовать дополнительные цвета созданные по всем правилам цветовых гармоний на базе цветового круга но для того чтобы понять как построены все эти наборы необходимо хотя бы в общих чертах представлять что такое цветовой круг и как строится базовые цветовые гармонии об этом я неоднократно писал на блоге ну и говорил конечно на курсе вот скажем если мы выберем комплементарный набор мы увидим что здесь используется так называемые дополнительные или комплементарные цвета то есть цвета которые расположены на противоположных сторонах цветового круга и соответственно взаимодействуют как очень контрастный и при этом довольно гармоничные цвета теперь давайте разберемся какие же цвета у нас получились если я подведу курсор к любому из цветов то появится вот такая подсказка где будут изображены числовые значения каждого из цветов и мы легко поймем что эта модель 7 лайкей почему спрашивается 7 лайкей а не rgb ну все дело в том что данный документ у меня был создан в режиме print да вы знаете что при создании нового документа у нас есть две возможности выбора print либо в так вот в том случае если мы выбираем принц то есть документ для печати то соответственно все новые цвета в наборе будут создаваться модели 7 лайкей если по какой-то причине вас данная цветовая модель не устраивает и вы хотите чтобы цвета создавались модели rgb для этого дважды кликаем по значку инструмента появляется вот такое окошко call of him options и здесь мы можем выбрать команду конверту 7 лайкей или конверту rgb в данном случае актуально было бы конверту rgb то есть конвертировать цвета в rgb то модель rgb но я этого не буду делать просто имейте ввиду что такая опция существует после того как мы создали наши цветовые наборы было бы полезно их сохранить в панели swatches чтобы затем использовать в дальнейшей работе проще всего это сделать вот таким вот образом нажав вот на эту иконку если мы кликнем по иконке затем заглянем в панель swatches мы увидим что появился выбранный набор цветов видите он даже озаглавлен комплемент рейтин то есть набор дополнительных или комплементарных цветов вот именно этот набор у нас и был выбран если мы хотим выбрать какой-то другой набор скажем вот этот из триадных цветов то точно так же мы кликаем по иконке и появляется набор 3 от 7 собранный в папочку все аккуратно и это очень удобно теперь если мы скажем не хотим добавлять весь набор нас интересует какой-то один конкретный цвет например вот этот светло-голубой да то достаточно выбрать его и кликнуть на иконку добавления цвета удерживая клавишу alt смотрите вот видите появился этот цвет вот он здесь и при этом никакой новой папки никакого нового набора в панели не появилось после того как набора цветов добавились палитру swatches мы можем их переименовывать и называть так как нам удобно да здесь мы можем написать любое название например вот я это назову таким вот образом main colors ну как будто это основные цвета проект ну или могу написать любое другое название ну и напоследок и давайте вам покажу еще одно полезное клавиатурное сокращение если при выборе цветового набора я буду удерживать клавишу q то этот цветовой набор добавится в палитру swatches автоматически я нажимаю и удерживаю клавишу shift и q и кликаю по картинке посмотрите создался новый цветовой набор и он сразу же добавился в палитру видите это наш новый цветовой набор и при этом я не нажимал ни на какие дополнительные кнопки чтобы добавить его к нам в палитру ну и вы наверное обратили внимание что в панели цветов инструмента call of him tool находится еще одна иконочка вот виде такого облачка со стрелочкой если мы наведем курсор то мы поймем что это кнопка добавляет цветовой набор библиотеку сиси да о том что это такое и как это работает на практике я вам покажу в следующем уроке